Сегодня, знаете, радует, во-первых, то, что Евгений Николаевич Быков знает, как всегда. Радные, добрые, радные лица, которых уже не первый год я еще здесь. Огорчает, конечно, то, что... Не сказать так. Огорчает сложная конструкция. Сегодня день рождения моей жены, 7 августа. Огорчает то, что она отсутствует. Она уехала. Две с дочкой уехали из России. Совсем? Не спутни, не спутни. Пока на неделю. Сейчас они очень мучаются в Лондоне. И, значит, она, как человек из ЦМШ, ЦМШ, она поехала детей вывозить, там мне три концерта. Дочка поехала в качестве переводчика. Может, им там понравится. Там они там не озянули. Для меня, что, найти в Лондоне пару базовых переходов, которые еще не заняты нашими, там, беглыми оседлыми. Но я тоскую. На меня собачка. На радость сегодня приехал друг, Султан Шаркадович из Казани, который мы провели великолепную юность, прекрасную молодость. Да, в отличие от меня, он еще не пенсионер. Поэтому эта неделя... Я вот очень прошу вас сегодня, пишите не записки, а пишите рецепты холостяцких завтраков, обедов и ужинов. Причем ссылаясь на свое собственное прошлое, настоящее будущее. У каждого, наверное, есть чем поделиться. Это вот рассказали уже типа пельмени, пельмени и наружу и вода от пельмени. Это, наверное, сразу, это как хозяйки очень дали пельмени и шампанское. Да, оно мешает. Евгений Николаевич тоже его поделился уже своими какими-то ощущениями и будет делиться и на них. Мы вообще собрались на такие, знаете, замороженные пельмени, мы уже обсудили все сорта и марки. Своя пельменная окорочка, это совершенно новое такое действие, да? Но, тем не менее, давайте будем какие-то песенки вспоминать, какие-то нет. Давно не собирались, вместе вот с Женей мы тоже давно не виделись вот так вот на одной сцене. Ну, будем потихоньку заряжаться. Какие песни хотите услышать? Вы знаете, некоторые даже прислали свои заявки на сайт «За глухаря», мы переслали потом. Ну, там почти ничем не отличается от того, что, как обычно, поется. Поэтому, если у кого-то будут какие-то уж «Ах!» предложения, пишите, не стесняйтесь. Уже? По-моему, «Барабь» являет трактор. Сегодня у нас молодые глаза, Евгений Николаевич, они вот торчат в кармане. Ты для этого принял? Сегодня я банкую. Я специально очки запрятал дома. Очень оригинально, да? Начинается с чтения концептов. Давно не были на ваших выступлениях. Хорошо. Большая просьба исполнить песни. Первая песня. На далекой Амазонке мы не пели никогда. Я оставлю эту записку, я еще на фоне. Хорошая песня. Не пили никогда. Мы не пили никогда? Да. Ага. Это крайне меняет дело, послезание. Просто да. Попевают, попевает каждый, а попивают все. Когда на небе, как на фотопленке. Интересно. Так, про страшную сказку сидна, про пяти дурачок, трамвайчик. Песня поучили Кукину, песня про Тарара. Ага. Сердцу. Первое деление готово. Ну, сейчас мы разгонимся пока общеизвестными нам, с женей, песнями. Традицию не будем нарушать. В этом году, да, все концерты называются 60+, а песня начинается. Сколько же вам исполнят? Сколько же вам исполнилось, милый друг, что сегодня вспомнилось? Как-то вдруг вот бокал напомнился кое-чем, кто сегодня вспомнился? И зачем? Из огня до в полый год, столько лет? Вы живете в окребе или нет? У кого не спрашивали все земные? А во что окрашены ваши сны? В них живут обманные сквозняки. Вроде только минула двадцать лет, Думала и сгибала. Нет, как нет, нет, как нет, нет, а ни к чему по прошлому. Слезы лезь, Лучше по-хорошему нынче жить. Наливаем рюмочки Пополоним Пополоним Закрываем форточки Пополоним Наливаем рюмочки Пополоней, сколько швам исполнилось. Так, а на далекой Амазонке не певал я никогда, это... Нет, не бывал я никогда, это Берковский, да, и море Синьоних. Я вот в своем ревертуаре... А? Да, со сними сядут бананы, это желтые бананы. Мы справились. А я что-то не знаю... А ты скажешь, что это ваши песни? Так рождаются легенды. Нет, знаете, бывает так интересно, когда несколько раз люди говорят, ах, 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 наши дети выросли на ваших песнях, что уже странно. Я так типа начинаю вспоминать, там, караван, да, дети на караване выросли, это хорошо. Потом говорит, да, вот ваши песни называют две мои, потом говорит, а нам сестренка и Кать там шлепает, да, и... А-а-а... Да, я написал эту чудесную песню в прошлой жизни, когда был Вадимом Егоровым. Так и эту, наверное, все-таки... Нет, это не моя песня. Даже не певал. Я мог бы так переделать, но нет. Из всех переделок мне нравится одна единственная, которая, кстати, очень нравится Александру Моисеевичу Городницкому. Когда я ему звонил, он сказал, Александр Моисеевич, у вас чудесная песня. Надька надо, Надька надо. Ему это понравилось, почему-то. Ладно, Николаевич, давай дальше продолжим движение. Ты хочешь сказать, что было упомянуто у сердца? Нет, пока разгоняемся. Давай кадрильку споем. Сейчас я бы поудобнее. Гитарный гармонист Евгений Быков. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Плохо травы, бедоносы, ветер шевелит. Дядь сезоносы на земле лежит, А теплый ветер с юга далеко грязан. Веренкает по кругу кругу красные глаза. Глянет влево вау, лучше не смотрел. Поглядит на пророк, тоже без предел. И пока не поздно в небе со зрачок, А по небу звезды звезды два рубля пучок. А по небу спутник, мол, не один. Сам себе попутчик, сам себе один. Пока душа хотела с пленником варить, Да не готова дева тело душу отпустить. Не печалься, дядька, дрыть мне до утра, Ведь поутру глядь-то, суже, чем вчера. А не пылит дорога, не дрожать листы, Подожди, немного-много отдохнешь ты. Травы стебля гнуты, а ветер шевелит, Спутник шизануты по небу летит. А внизу вольгот на мухой на стекле. Батюшка народ, народ на машей земле. А внизу вольгот на мухой на стекле. Батюшка народ, народ на машей земле. О-о-о, о-о-о-о, о-о-па-а-ла-ла, оппа-а-ла-ла, Учера. Что будет «чуть-чуть».. Поиграй немножко. Не, Майя, пока перебивай. Прибавляй руку. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Стоп, стоп, стоп. Да. Евгений Николаевич очень мягкое и профессионально точное звукоизвлечение. То, что мне надо зажимать с усилием, там, 28 уже, он одним касанием пальчиков. Песня. Нечто вспоминать еще песня. Мне смущает первая песня, «Недалекая Амазонка». Я, конечно, ее знаю, я ее понимаю, когда был в составе песен нашего героя. «Тарар». Ну что, с «Тараром» начинать? Крикливые песни. «Травачка» тут написано. Сегодня, знаете, без всякой программы, без всякого что Бог на душу положит, что вы напишите в своих рецептах. Песня. 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 И снова путь неимоверно длинный, И рельсы, что никак не поменять. И снова путь неимоверно длинный, И рельсы, что уже не поменять. И постепенно набирая ход, Слегка искрящий, жёлтенький тарам в облачье, Вредёт туда, где неуклюжий мальчик Опять за три копейки счастье ждёт. Вредёт туда, где неуклюжий мальчик Опять за три копейки счастье ждёт. Равновесие не держит нашу огонь, Словно пьяница шатается в ночи. Только слышен опустевший тары звон, Да в кармане тихо завянкают ключи. Чуть поменьше тот ящичка с письмом, Чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, Впереди незавершённая строка. Сядут в поле, Разбей грудь среду камень, Назад вернусь. Укасается окошечный пейзаж, С ним сливается купельный синий свет. Сядут в поле, Разбей грудь среду камень, Сядут в поле, Разбей грудь среду камень, Сядут в поле, Разбей грудь среду камень, Я не вернусь. Снова поле, Разбей грудь среду камень, Снова поле, Разбей грудь среду камень, Сядут в поле, Разбей грудь среду камень, Снова поле, Разбей грудь среду камень, Я не вернусь. – Тея. – « Ну я, жара, начинается в Москве». – Давай, Николадич, про снег вспомним. Так сказать. Вторая ласточка Вот она всеобщая кроватность Не зашел с небес А гор снегопад Разукрасил в белый цвет Весь белый цвет И синоптики растерянно твердят Что такого не бывало столько лет Приутихли даже злые языки Что снежинки это мерзлая вода Даже дворники лопат свои штыки Отопнули нынче раз и навсегда Белая снежная мышь Что же ты ночью не спишь И за окошком шуршив Хвостиком следы заметаешь Утром с последней звездой Выйду я в город седой Прыгнешь ко мне на ладонь Расстаешь Прыгнешь ко мне на ладонь Прыгнешь ко мне на ладонь Расстаешь 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 И за окошком шуршив И за окошком шуршив И за окошком шуршив Хвостиком следы заметаешь Утром с последней звездой Выйду я в город седой Прыгнешь ко мне на ладонь Расстаешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Только разве что проекту песни нашего века, с которыми вместе пьем право зонку. Да, на десятилетие имел право, написал такое. Небеса упали, стукнулись о крышу, солнце закатило красные глаза, птичек разметало так, что и не слышно. И рыча от страха угнала гроза. Людик и ромашку сдуло в одночасье. Ощенелый сука, окатился кот. Три бутылки пива в дребезге на счастье. Счастье оказало где-то далеко. Рухнул щит с призывом «Шире, глубже, выше». Замолчали дети, закричал «Кобзон». В радиусе жизни посрывало крыши. Страшное, блин, дело, пенье в несон. Они заценили их. Ну и для тех, кто знакомит творчество Володи Турьянского, всякая, как трудная, но нужная судьба, гениальным человеком, не буду рассказать. Эпиграф. Приходил вчера Юрок и оставил подлость. Юрок, я понимаю, это вводит любой галерический герой. На стене висит носок, на вивае, а под ним сидит юрок, на вивае. Извиняется сучок за подлярку, а подломился каблучок у цыганки. И полетела, засгинела маниста. Дали срок, да было дело. Нечисто Нечисто Заэтапили отцов Канаваиры Записали о кольцов В часы иры И пошла и покатила Дорога Омотала Омотала Да попила Омотала А куда сама вела И не знала И не знала Омотала 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 А куда она И не знала И не знала Нечисто И не знала А вон Продолжается забег, бесконечность. Раз, свет, и будет век, дальше вечность. Сейчас я могу перейти наточку с уходом. Да, Евгений Николаевич. Уходить будет Евгений Николаевич Быков. Для тех, кто не знает строка из его биографической жизни. Сезон Евгений Николаевич Быков работал в Кеменской филармонии. Кем, спросите вы? Я отвечу, цыганом. У меня так было записано в выписке с трудовой книжки «Цыган Быков». В одно слово «Цыган Быков» такое. В свое время мы с Сергеем Николаевичем Аркановым куда-то улетали в Германию, и ходил человек в Шереметьево, такой унылый, видно, он ходил не первый час, и говорил так «Рико Лондон на выход! Рико Лондон на выход!» Человек «Рико Лондон» такой. Так представили, идет такой человек «Рико Лондон». У тебя хорошая история про китайские пацаны? Это было да. Мы так давно сидим в Домодедово, а Домодедово всем известно, что сейчас аэропорт такой, что, в общем, там несколько футболных матчей одновременно можно устраивать. Что, извини, Николаевич, вот по-моему, у Домодедово сейчас такой аэропорт, что, говорит, сидим в бутырке, сидим в крестах, сидим в Домодедово – это примерно одно и то же. Как же бардак там творится. Но я в крестах не был. Мне странно не трудно. Какие твои годы, Николай? В хорошем смысле это просло. Надеюсь, может, и обойдется как-нибудь. Как это? Я в крестах не был, наутро выходит татуировка кресты и кресты. Я в крестах, знаешь. Вспомнился мне анекдот, когда мама приводит мальчик, говорит, врач, онкевский врач, как называется? Педиатр. Педиатр, да. Педиатр. 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 Сколько лет и как нас зовут? Он говорит, Вася, скоро будет шесть лет. Какой оптимист. Серьезный концерт. Что тебя просил рассказать где-то? Поднимите руку. В нашей аэропорте Домодедово. А вот мы сидим, ожидаем своего рейса и вдруг, представляете себе, на этот аэропорт такое объявление. Милая девушка своим поставленным голосом говорит, «Внимание, пассажиры Ху и Юй сравнили для пройдения вывода номер тридцать пять». Мы как-то здорово все так поулыбались, видимо, она осознав свою ошибку. Пассажиры Ху и Юй смеялся весь аэропорт. Ху и Юй, все эти три человека смеялись громче всех. Ну, это мы к тому, что сейчас будет цыганщина. Ну, это мы к тому, что сейчас будет цыганщина. Гады. Я бы деньги сразу в долг, в рубля, до цента, А подарил бы Рослисфрун кубометров двести, А я бы бревну тоже в долг, а чё-то всё целее на месте. А подарил бы мне Сперабан пачки три валюты, А закурил бы я табак, сделала пальцы гнуты, И втолкнул бы как лес, поменяла валюту, И тупил бы у небес лишнюю минуту. А там ещё чуток, да и прошло бы ненастье, А там, глядишь, ещё пяток, и настало счастье. Ох, как хочется верить в это, хоть бы так. Да вот в народе говорят, что о кого не бывает, Что за деньги всем подряд время начисляют. Мой мобильный телефон, человек однако, Срок закончен в него, а нет, живи, ни квака. Ай, то правда, квак-ква, то решили дальше, милай. Ну и ладно, ну и путь, живы, значит, живы. Так сольём тоску и грусть, полничкой и пивом. Да, ребят, я такой мне на наличку варил. Эх, чё-то как-то сюда уехал, а я раскрываю. Эх, подарил бы мне хоть неделю, понял, А лифтиную мышку, и тогда рожки севай, Пожи красиво. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Всё возвращается на круги своя. Ребята, наливай водочки и пиво. Хайки, Николаевич! Субтитры создал DimaTorzok Песня про Тарара хоть и не относится к цыганчикам, но тоже из этой серии. Как споешь. Значит, песню про Тарара, ну все вы знаете эту историю, конечно же, каждый день же Пушкина перечитывает, но для тех, кто не знает, знаете, однажды на одном выступлении я начал петь песню «Карабан», не объяснив, куда, кто, что идет, оказалось, что не все пришли любители творчества, а было несколько человек, у которых глаза расширялись по мере услышанного. И как-то они не поняли, куда они попали, где врач, собственно, как-то на процедуры отводить выступающего, знаете, человека. Вот, с тех пор я рассказывал, что Тарар, это был такой военачальник, который жил в государстве Ормуз, который искаженно назывался Ахурамазда, называли так европейцы, и я всегда говорю, что это наши, которые гоняли праворолевые машины с Дальнего Востока. Кто еще может так насчет японской машины сказать? Ахурамазда. Вот они попадали в рабовладельские кинеты. Там, значит, их любили рабовладельские народы, они веселые были, там был плохой правитель, его никто не знает до сих пор, был хороший Тарар, его знают только я, Евгений Николаевич, несколько человек, сидящие в зале, которые слышали уже эту песню. Но история сохранила его имя. Что еще можно рассказать? Бомарше в свое время написал либретто, а Сальери после доброго ужина и возлеяния написал музыку, появилась опера Тарар Царь-Курмуза. Я интересовался у сотрудников консерватории в лице Зои Супруги, знают ли они такую оперу в Сальери. Пробел. Знаете, вот в этом случае я с Сашванецким прав, надо что-то подправить в консерватории. Не знать такого композитора в Сальери, не знать оперу Тарар Царь-Курмуза, извините. Ну это же Гришкова. Я сам посмотрел, вот болгарская постановка в интернете я нашел. Через три минуты я упал под компьютер, и они там падали в люк, который заменял им, значит, трюк корабля на сцене. Итак, песня про Тарара. Только давайте условимся, вот последняя строчка, надо петь 7 месяцев. Я покажу петь. Она чрезвычайно сложна, конечно, но Евгений Николаевич знает, он учил 2 месяца. Однажды жил Лоху Роман, сидит, герой по имени Тарар. Там каждый день глупир и праг, зенит. Там и селищ, молод и старт, но портил общую катину. Творя полнейший беспредел, правитель, плек, ты скотина. Он здесь Тарара бы велел. Тарар, естественно, был против. Тарар был, собственно, не против. Представляете, как история повернулась бы наоборот? Нет. Тарар пока, естественно, был против. Гореть при жизни не прибыл. Народ боял, киран и брон. Тиф не наступил за мукер. И все, если ты его растаял, Как то бы знал его обшир. Как там не трои-то святая, Яр, а не спер и по марше. Судьба несчастного Тарара Плела морщинкой ночью. Банкет на ней не знал, Тарарар. И вот ли вредом старе А там санили друг сердечный, Но лучше с ним не выпивать. Тот сочинил мотив прорезанный И свет с тобой перевнимать. И все, если ты ее растаял, Да кто бы пил ее в обше. Когда б не троица святая, Яр, а не снег, не по марше. Судьба несчастная. Я уже пошел на второй круг, да. И кто бы пил ее в обше. О! Когда б не пушки, что оставил След на бумаге и в душе. Замыть и много было разных. Кто с кем, когда и сколько пил. Но помните, ахура Мазда, Как носок овер хвалил. Века летели, как котели, Но то они и есть века, Но их ведет на самом деле. А это легкая рука, И мы на строечной гитаре, Хлебнов шампанского с утра, Мурлычи песню про тараре. Показывай, Николаевич. Тарарарара, тарарарара. Тарарарарара, тарарарара. Тарарарарара, тарарарарара. Все, начинается хоровое пение, Тем более, что следующую песню просили. Собственно, как и этого. Гениальный случай был сравнительно недавно. Выступали мы здесь с Мещуками. И, значит, ну у нас так, Мы меняемся, и во второе деление, Я начинаю, что песни пою, И на третьей они должны подойти, Из темноты, так, взять гитару, Раски, гитару, мы там, подтяжки вздох, Лопну стакан. Я начинаю перед этой песней один, Вдруг выходит человек, Вот, оттуда, вот сюда подходит. Из темноты? Из темноты он так подходит. Как задеяли? Так встает. Вдруг так, грубаху, так. Ра! Как пуглит. А я пою на автопилоте, С интересом смотрю, что будет дальше. И он так на коленях. Ха-ба! И за ним два бещука так стоят. Как же его байки-то? Тебе время уже припеву второго пуглета, Им надо же их сесть. А он так. Так и простоял. Это первый раз было на такой песне. Вы знаете, песню заиграла новыми красками. Это, наверное, Ленин Александровичу бы сказал, Что вы так не делаете сейчас. Он рокер. Он сказал, что он рокер. До мозга костей. Группа там. Он был честный рокер. Просто, ну... Просто выиграл. Просто творчество он так скосило. А закусить песню было нечем. Но если кто захочет, А в стране дураков, Дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость. А у нас все путем, Только где он тот путем. Подтяжки вздох, словно слога. Сам себе мог, сам себе пау. В душу залезть, там темный лес, В лесу тепло, в дупле тепло. А у нас в днем согнем, Подтяжки вздох, хлопнув стакан. Сам себе мог, сам себе пау. В душу залезть, там темный лес, В лесу тепло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, В душу залезть, там темный лес, В лесу тепло, в дупле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся, И без наших теперь ни туда, ни сюда И вздыхая вас, и мудрее поветруются И осталось в войне победить, как всегда Под тяжкий вздох, хлопотустота Сам себе бог, сам себе пан, во душу залез Как тёмный лес, в лесу тепло, в дубле тепло В душу залез, как тёмный лес, в лесу тепло, в дубле тепло АПЛОДИСМЕНТЫ Я очки тебе подамки Специальных взял, да? Да Как чувствовал, что тебе есть нечего Я специальных забыл Что-то не видно, ничего в твоих очках Слабовато как-то Два двадцать пять шуток Да, ты что ж Два двадцать, каждая будет Свадьба номер один, зелёное небо, хорошо Сразу мне вспомнились другие цели Аплодисменты Аплодисменты Ну да, тут я выдал три точки Видно, рука дёрнулась Нет На скорости писать Да Так Яичница Икруглая Икругляш Круглая картошка с салом Это рецепт А на утро картошка холодная Это рецепт Я понял, что это рецепт Рецепт, конечно, не похож Похоже на рецепт Нет Нет Да, давайте Я даю На Так, хорошо, хорошо, хорошо Это мы так Возвращаем А, и потом ещё, знаете, пишите Так, указывается Вот Возвращается жена с дочкой Вот они приезжают И стол должен встречать какой-то, да? Конечно, если я холодную картошку После вчерашнего с салом поставлю Они же меня там и оставили А вот пишите Что там Причём, знаете, так Ну, неделю, да? Их не было За неделю, как говорится Дойти до туда и вернуться, да? Как вы анекдотом говорите После недели сдал бутылки Сводил к жену в ресторан Есть шанс Николаевич, вот это тебе на сердце Март, апрель, май Николаевич очень нравится эта песня Огромный привет от Байконура Что-то там подправьте в Байконуре у тебя что-то Роскосмос уж весь в землю ушёл Такой уже в отпуске А-а-а-а Давайте пока в отпуске пусть они не летают там Хорошо? Да с Бог приедем к вам на Байконур Сергей Николаевич Там площадка очистите Где-то я слышал, говорит Вообще все казахи инопланетяне Ибо нет другой причины По которой им нужен был Байконур Есть Есть Маленький зелёный И нашёл президент Так Байконур есть Он просит японских В раз случае Вылетаем, уезжаем Это только с мещуками Зелёное небо зачёркнуто Не зачёркнуто Подчёркнуто Подчёркнуто Но опять же тряслось Как на нас Рука тряслась Хорошо Хорошо Рецепты пишите Песни-то приходят и уходят А знаете Кушать хочется всегда Значит вручают два с половиной ваших Два двадцать пять Сразу вспомнил наша цифра Три шестьдесят две Четыре двенадцать Цепляется одно за другое Ну и память Это жизнь Давай старый дом споём И вернёмся в ту эпоху Старый дом, где вместо кресел подоконники Приютил у телевизора окна Полночь, за полночь Я сижу спокойненько Наблюдаю, как меняется луна Только что была серпом Уже без молоток А теперь как неразмененный пятак Только что мы были счастливы и молоды А теперь уже Теперь уже не так Отсюда Отсюда Возили нас Сюда Возвращали Отсюда Мы уехали Приехали сюда А ехали Заехали Скакали Скалачами Утыкли в ямку Камули И год И года Утыкли в ямку Камули И год И года За окном Мелькал кадры Старой хроники Наши лица Проплывают стороной Все мы вместе Все орлята Все соколики И вихры нам Приминают тоже Грибной Каждый вечен Каждый учен Каждый стоящий Зубы мелкие Но острые уже Далеко еще Ах как же далеко еще Подоконник На четвертом этаже Отсюда Возили нас Сюда Возвращали Отсюда Мы уехали Приехали сюда А ехали Заехали Скакали Скалачами Утыкли в ямку Камули И год Утыкли в ямку Камули И года И года На стене В другую руку Та же формула Имена Другие Раденство Одно Что-то Помнится Из фильма Бело-черного Что-то доброе Ну прямо Как в кино Слово Годы пролетели Буквы Не были Где-то рядом Просто выше этажом Жаль, что сказка Как балов Осталась Не болью Да и где она Дорожка В этот дом Ах Сюда Ночь Полночь Об окна Звезды Сигареты Соколеты Марля Там не до сна Лезут в голову Вопросы Безответные Расстравила душу Чёртова Луна Загудела Голова Пустая Звонница За окошком Дождь И старый Поросин То ли где-то тихо Капли Бессонницы То ли мы Незаведённые Часы Отсюда Возили нас Сюда Нас Возвращали Отсюда Мы уехали Ехали сюда Поехали с орехами Скатали Сколочами Бутых И в ямку Канули И годы И года И года Да мы живём не очень А очень и не надо Котушка есть на грядке Порываясь к пруду Но главное Что Сочи Столица Олимпиады И всем нам будет Счастье В четырнадцатом году Да Стала жизнь Короче Зато Длинней ограда И списки Самых-самых Мы после Катманду Но главное Что Сочи Столица Олимпиады И всем нам будет Счастье В четырнадцатом году На это Между прочим Нам дали Биллиарды Их Правда Мы все украли Но нам ещё Найдут Ведь главное Что Сочи Столица Олимпиады И всем нам будет Счастье В четырнадцатом году Ещё скажу вам точно Что наши Все награды Китайцам Американцам Прекрас Не дадут Ведь это Наше счастье Столица Олимпиады И всем нам будет Сочи В четырнадцатом году Пусть скептики Пророчат Нам новые Преграды Монения Повышения Это прочую Пойду Мы стюжем Сочи Столица Олимпиады И всем нам будет Счастье В четырнадцатом году Я мог бы Султ clawsчик Орать вам Сиренады Но вас не буду Мучить Только Тихонько Пойду Но на прощанье Все вместе Как один С Байконуром Сочи Столица Олимпиада Три Четыре Сочи Столица Олимпиада Столица Олимпиады 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 Март, апрель и май Радость и печаль Здравствуй и прощай Март, апрель и май Столица Олимпиады Столица Олимпиады Столица Олимпиады Столица Олимпиады